доброго времени суток дорогие зрители сегодня мы будем обозревать прошедший день с александром дашкевичем который вам более известен как человек банан тоже неплохо да давай саш что по твоему мнению правильно ли закончился сегодняшний день ликвиды покидают турнир забирая в карман 48 с чем-то тысяч долларов хватит им да то есть они достойны этой цифры на самом деле катки с ликвидами были односторонними по 20 минут и по моему они за две игры не забрали ни одного тавра нормально это тяжело им играть когда был один там где-то можно пропереться тут уже нужно показывать весь свои скиллы них им не хватило видимо ну вылетели не повезло хорошо lgd по твоему действительно сильнее ликвидов и должны были пройти в следующую стадию да но лжи это та команда которая уже играет вместе там пусть них два чувака заменились да но третьих уже играют вместе три года и по сути они довольно хорошо были подготовлены но при этом то есть даже учитывая то что в групповом этапе у них не получалось потом они все-таки показали что они могут что они должны выигрывать но и объективно мне кажется что ликвид слабее намного чем они хорошо смотреть дальше прошли на cloud nine lgd с cloud nine cloud nine опять неординарные непонятные пики которые не поддаются ни объяснению не на эти не аналитиков никого вообще не пари еще прочая гадость банятся против них понятное дело визе и что штабу и там всех уже им замучил вот они раскатали пусть трудом но 21 вин по-твоему лута сейчас в хорошей форме когда это команда которая не сможет выиграть если они не пикну что-то неординарное то есть у них по сути просто их за ну задавят теми же стратегиями обычными в лейте или же ну рано или поздно это случится и они должны что-то придумывать собственно как и большинство команд здесь ну вот с этими у них получилось вот они вышли на дико и явно стало понятно что если я ничего не придумывают и просто приходят чуваки с лекантропами и сам боками убивают их за 10 минут вот так опять двоякой ситуации то что первая катка длилась 80 минут и нога сирена нога сирена да вот по поводу ноги сирены долго еще будет мой очаг гореть по сути потому что клуб нога сирены он как клуб айката вот смотри бёрнинг да совершили дикие две очень грубых ошибки они в принципе тим вайпнули все кроме бёрнинга два раза отдались чтобы он спушил оранжевой барак в это время иллюзиями совершив две ключевых ошибки они все равно выигрывают катку потому что нога убивает три стороны дон тебе но я конечно мы тоже играли с нога и мы проиграли вообще в салат но потому что мы не знаем ну мы знаем что надо делать но только на теории а вот когда ты играешь против нее по сути у тебя есть один шанс какой-то момент когда если нога допустила ошибку и не откушила тебе все линии пойти попробовать поломать там одну две стороны и от этого уже исходить в там до какого-то лейта но в лейте тоже если у тебя нет героев которые моментально убивают иллюзии тип пугнали он там что-нибудь подобном виде то скорее всего ты уже можешь приплывать ну вот как раз таки с этой проблемой столкнулись ребята из cloud nine потому что с этой проблемой сталкиваются он пак ничего не наносит иллюзии когда на астарацкой абсолютно ничего дефит может не парень нами паре один не может ливить трилайна да ну и получилось так что через 80 минут бёрнинг заканчивает катку надоело и он верну туда 80 минут хватит мечты много денег типа но понимаешь вот когда это рефрешер в куре кираса и это ненормально ты не должно быть хорошо следующая катка cloud nine опять удивляют неординарным пиком все обсуждения свелись к тому что а чем баку а а не чем кто будет бить инигму в бкб по итогу бкб то вы все баку даже по мне прокачался на эти дакар тоже подготовлены у них есть стратегии типа и серии мы фармим с ногами и там со всякими другими героями а и стратегии ну пошли это типа тролль там свены колотушка или же вот что они показали сейчас эти сразу видно что c9 ни разу не играли против зомбака или же играли но не знают что он может делать и он просто приходит на харду и делает даблкил моя душа вещь доктор за умил на 2 на 2 как бы не должно быть такого что один чувак просто приходит и убивает твоего кэри и суппорта с сапогом что дикее заслуженно проходят дальше уже по гарантированно да в кирину у вас завтра матч с кем и каковы твои прогнозы завтра титан играют с ньюби по моему и их победитель выходит на нас если мы выиграем победили наши двойки выходит на и джи и победитель этой игры проходит winner bracket с кого бы ты хотел увидеть против себя все равно на самом деле что титан для нас ну титан конечно послабее мне кажется но между собой они могут повоевать и потом я не знаю это не самые сильные команды но с ними тоже может быть все тяжело посмотрим как будет посмотрим как будем мы играть потому что пока мы играем мягко говоря не очень хорошо ну не надо принижать вы любом случае вышли в следующую стадию вы уже заработали нормальное количество денег все-таки ревью дня ревью дня да мы прощаемся с вами елена малышева малышева и ревью дня ты считаешься ириной еленой еленой и с вами был александр елена малышева дашкевич виктор годхант волков до скорых встреч завтра хвоста в интернетах бурлит обсуждение неважно говори правду зачем ты бросил меня банан ты очень плохо себя вел ночью я решил тебя отомстить позапрошлой ночью смысл то есть вот тогда за победу за выход 5 я могу себе позволить уже понимаешь кидаться бананами ты не боишься что я тебя отвернусь и на этом твои победные ему единственный друг пропадет да и победные серии закончится ты же не вернешься от меня ты же мой лучший друг я стерпел это все проглотил спасибо спасибо